Где грань между смирением и бездействием человека? Ну, это просто совершенно разные, абсолютно разные вещи. Там, где есть смирение, там есть любовь. Истинное смирение. Я повторяю, не смирение, не чинье. Не те природные иногда качества человека, который ведёт себя, знаете, вот так вот, тихим голоском, всё такое. Да, это вовсе не смирение. Смирение – это видение, видение того, что я совсем не тот, кем должен быть. Смирение – это сравнивание себя с тем, что Господь дал нам образ, вот это величие подлинного человека в Господе Иисусе Христе. Смирение – это осознание своей греховности. И вот это осознание своей греховности, причём неспособности самому исцелить страсти. Вижу, есть, хочу и не могу, молюсь и не могу. Так вот это осознание, это видение себя к чему приводит? Я начинаю с таким же, если хотите. Видите, ну, я бы сказал, сочувствием относиться к страстям других людей. Я начинаю жалеть других людей, сочувствовать начинаю и другим людям. То есть у меня первый проблак чего? Любви к человеку. Как в больнице. Никто же не осуждает за болезнь друг друга. Точно так же и здесь. Такое истинное смирение, оно порождает истинную любовь. Истин не чувств, знаете, не влюблённость, а именно любовь. А любовь чем характеризуется? Только одним – исканием пользы любимого. Поэтому любимый тяжело болен. Я отойду её к врачу, я заплачу деньги. Я его попрошу, чтобы делали операцию, хотя понимаю, как это будет болезнью тяжело и долго. Любовь, видите, что делает? Ищет пользы и только пользы. Любовь по природе своей – активная сила. И такая сила, которой нет предела. Только сейчас мы говорили. Мать бросается в огонь. Это что такое пассивность? Другие стоят и смотрят. Смотрят. А мать бросается туда. Ну-ка, что за пассивность? Что вы? Александр Невский, посмотрите. Какое мужество проявлял и силу, когда несколько раз вызывался в ставку хана. Да и многие, многие посмотрите, посмотрите, вот это потрясающее явление мученичества, которое имело место в первые три столетия. Ведь это же колоссальное количество мучеников. Посмотрите, какая сила! И сила эта вся совершала благодаря чему? Благодаря тому, что люди познали свою греховность, увидели Спасителя, который спасает нас от чего? От наших страстей жестоких. Увидели и действительно прониклись любовью. И эта любовь сделала их мужественными, сильными до смерти. Так что смирение? Нет. Смирение ведет, порождает любовь. А любовь преград не знает. Вот так. Спасибо, Алексей Ильич. Часто приходят вопросы, связанные с духовной жизнью. И люди спрашивают, можно ли самостоятельно встать на путь аскеза или нужен обязательно руководитель? Конечно, руководитель очень нужен. Для человека, который абсолютно не знаком ни с чем. Очень важен руководитель. Вся суть в другом. Что как найти руководителя? Вот об этом очень много мы находим слов у всех святых отцов. Они, ссылаясь на Евангелие, на слова Христа, который говорил, слепой слепого поведет, оба упадут в яму, постоянно предупреждали быть осторожным с выбором того, за кого можно ухватиться и идти. В чём предупреждают? Ухватившись даже, найдя человека, нужно идти, открыв глаза, а не закрывая их. Почему? По той простой причине, что даже подчас и хороший, так сказать, руководитель в каком совете хороший, разумный человек, знающий человек, искренне верующий, и он же не является же святым. Он же может так же ошибаться. Поэтому они предупреждают, предупреждают все, читать нужно святых отцов и руководствоваться советом того человека, в котором вы видите и разум, и веру, веру, и христианскую жизнь. Поэтому, конечно, надо искать такого человека обязательно. Уровень может быть очень разный. Не надо только одного. Мы все ищем, к сожалению, не помощника, а ищем сразу святого. Очень часто ищут буквально оракула, который, как сказал, так всё и будет. Совершенно не интересует даже подчас, что хорошо ли, плохо, правильно, ложно. К сожалению, вот это большая беда. Надо быть внимательным. И Иоанн Лесичек что пишет? Преподобный Иоанн Лесичек пишет, что прежде чем верить себя кому-либо, так? Узнай, расспроси. Ну, я бы сказал, познакомься, он этого слова не употребляет, и даже, так сказать, искуси, то есть проверь, проверь этого наставника, чтобы тебе не попасть вместо пристани в пучину, и не разбиться о камне. Вот даже как предупреждают. Многие святенцы, как, например, Косян Римлинин, говорят, я много потерпел вреда от неопытности наставника. То есть в наше время, как и всегда, наставник нужен руководитель, но нужно правильное отношение к руководителю. Нельзя смотреть на него, как на гуру. Нельзя смотреть, как на оракула. Нельзя смотреть на него, как на человека, который всё, что говорит, это говорит сам Бог. Вот это большая ошибка. Игнатий Валенчинов, Феофан, Затворник, Оптинский, все предупреждают и говорят, наше время – это время – жизнь по совету. Найдите того, у кого можете получить добрый совет. Но при этом наше время имеет одну замечательную особенность. Именно. Той, которой, кстати, не имели наши предки. Замечательно. Сейчас, как никогда в истории России, никогда, слышите, мы, христиане, православные, верующие, получили возможность читать святых отцов. И не читали. переводиться на русский язык, за исключением, небольшим исключением, так начали переводиться с греческого языка только с середины XIX века. До этого было совсем немного. Были некоторые русские святые, а греческих отцов было очень немного. Только с середины XIX века Московская духовная академия, Питерская, Казанская, Киевская взялись за перевод святых отцов. И мы получили их огромное количество. Сейчас, благодаря вот той свободе, которую получила церковь, теперь мы имеем возможность сами читать святых отцов. И наши предшествовавшие наставники прямо говорят, читайте их, изучайте их, наставляйтесь ими, обсуждайте друг с другом, обсуждайте своими руководителями, назидайтесь святыми отцами. Для нашего времени, конечно, наилучшим человеком, на которого ссылались, ссылались, сейчас скажу, да, наилучшим руководителем, чьи писания наилучшим руководством являются, это, конечно, святитель Игнатия Бринчанинова. Как о нём писали оптинские старцы, вот только, о, Боже мой, Макарий оптинский говорил, я просто поражаюсь с его великому уму. У нас был бы Арсений великий, второй бы, если бы Бог его поставил на ту тропу, на которую он хотел, пустынно жительство, но его поставили куда? В Петербург. Так? Но он стал наставником многих людей всё равно. Это Макарий оптинский. Дальше, следующий, Варсонофий оптинский, говорит, называет, то, великий ум, Варсонофий оптинский, говорит, у него просто ангельский ум, у него поразительное разумение священного писания и святых отцов. Когда его читаешь, то сердце согревается от чтения его. Представляете, Никон Беляев в тюрьму просил пронести ему Бринчанинова, ему передали тайком, но передали, он называл его творение Игнатия Бринчина азбукой православной жизни. А если взять вот уже, ну, можно сказать, почти современных, современных, как Иоанн Валаамский, например, как он восторгается. Говорит, я еще в молодости прочитал и запали мне все его слова в душу. Никон Воробьев пишет, он говорит, это же лучший наставник для нашей жизни, который писал приблизительно в тех же условиях, как и сейчас. Такой же был материализм, такое же отступление от веры в 19 веке, как и сейчас. И они просто все пишут. Представляете, кто пишет-то? Какие люди? Авторитеты какие, я говорю? Это же не кто-нибудь. Я почему особенно об этом говорю? Появляются сейчас критики Игнатия Бринчина, и кто критикует. Кто же эти ижево-святых интересны? Макарь опчинский святой, в Арсенове опчинский святой, Никон Беляй опчинский святой, да, Арсений Игумене, я не знаю, эконсировали или нет, но вопрос там идет. Эти, Валаамские, Никон, просто их все же видят, действительно святые, не важно, что они эконсированы. Видите, какие авторитеты? Вот, оказывается, вот им, вот духовник, вот назидание, вот кем и чем нужно руководствоваться современным христианам. Спасибо, Алексей Ильич. И вы уже упомянули преподобного Иоанна Лествичника, его, и озвучили его правила, ну, правда, обращался он к монашествующему, о том, чтобы перед выбором старца, духовного наставника, искусить его вначале, а затем он говорит, после искушения, искусить только понятно, в каком смысле, так узнать, проверить, да, а потом предаться его в послушание, в послушание, то есть, вот, как вам кажется, такой принцип духовной жизни, он сейчас в наше время применим, это вот первая часть, а вторая часть, полезно ли читать вообще мирянам книги, адресованные монашествующим, особенно в те далекие времена, когда был все-таки другой уровень? Ну, принцип остается, одним и тем же, не узнав броду, не лезь в воду, и уж когда касается, особенно руководителя, здесь действительно надо хорошо познакомиться, чтобы не попасть неизвестно на кого. Тем более сейчас, когда тот там, то сям, слышишь, появляются такие старцы, такие чудотворцы, что за голову можно хвататься, а люди, люди, падки, на все, на все, где-то потекло, где-то чудо, где-то предсказал, забыли о том, что святые отцы пишут, кстати, о чудесах, как Косян Римлянин писал, многие развращенные умом и отрекшиеся от веры творят именем Христовым великие знамения и чудеса. Эти чудеса лживые. Именем, вы слышите? Развращенные умом и отрекшиеся от веры. Ну, это мы не знаем, нет, нет, нам чудо, и больше ничего не надо. Так вот, да, принцип, принцип очень осторожного отношения, он вечен, как во времена Иоанна Лесвичника, VI век, так до него было, и так будет до скончания века. Вопрос только в другом, что образ жизни в монастырях, таких благоустроенных, я бы сказал, духовно благоустроенных монастырях, и у мирян, конечно же, разный. В монастырях был принцип полного послушания, потому что там при старце жил один, два послушника, три, и они действительно должны были во всем и абсолютно соблюдать это послушание. Избрав его, они, и видя его святость, они полностью предавались в его волю, и таким образом они быстро достигали очищения своей души. Для мирян этот путь не подходит, потому что они живут в отдельности от духовников, и поэтому им другой принцип, принцип советования. И вот здесь, здесь этот принцип все равно, он остается, остается в силе, надо смотреть, надо проверять, надо с осторожностью относиться, относиться к тому, кому мы хотим верить в свою душу. Так, вот, а второе, полезно ли мирянам читать книги, адресованные монашествующим? Да, в отношении этого, я вам скажу, есть предостережение. Вот, кстати, откровенный рассказ о стране, он сразу давает читать каких, святых, которые говорят о высоких состояниях, и, к сожалению, к сожалению, попал совсем не туда. Тот же Игнатий Вринчинин очень хорошо пишет об этом, кто, кого интересует этот вопрос, пусть посмотрит, что он советует. Он как раз не советует читать тех отцов, которые говорят о высоких состояниях, о приобретении высоких даров Божьих, о созерцании, о великих подвигах. Он советует других читать святых отцов. Вот, прежде всего, все сходятся в мысли, что очень полезно читать Авудрофея. Это очень полезно. Иоанн Затауста. Очень полезно читать читать толкование, толкование, святоотеческое толкование на священное писание. Того же, хотя бы Иоанна Затауста. Вот. В наше время русских святых очень хартих, Тихон Задонского, Нила Сорского читать сочинения. Нужно читать Игнатия Бринчанинова. Почему особенно важно? Потому что он фактически переложил святоотеческое учение на язык современности и переложил именно как раз в соответствии с нашим уровнем. Какой наш уровень? Никакого уровня. Переложение с нашим уровнем он преподнес нам учение святых отцов. Поэтому нужно было его читать. Читать очень полезно было бы Игна Никона Воробьева письма Иоанна Валаамского, потому что они действительно переложили буквально уже, если хотите, Игнатия Бринчанинова уже на совсем современный язык и современный уровень. Вот так. Да, я думаю, что вот только что вы ответили на вопрос наших зрителей, они пишут, что в своих лекциях вы часто упоминаете о пользе чтения бесспорных святых отцов Игнатия Бринчанинов и спрашивают, помимо Игумена Никона Воробьева Валаамских старцев Игумена Арсения существуют ли на ваш взгляд более современные книги, которые принесли бы духовную пользу наших нынешних обстоятельств. Вот видите, сам вопрос более современный. Что-нибудь нам бы новее. Вот все новенькое. Я понимаю, я бы понял этот вопрос, если бы эти письма указанных людей были бы написаны, знаете, допотопным языком, или было бы очень сложно. Ничего подобного нет. Надо нам искать не новенькое, а надо искать полезное. Вот недавно я прочитал очень интересную книгу о сербском святом Фаддея. Фаддея. Вот его интересное очень жизнеописание его там и то, что он говорит, все очень, по-моему, действительно видно вот такого же уровня, вот как эти наши названные Игумен Никон, Игумен Иоанн. Пожалуйста, вам почитать, конечно, его можно. Вообще, поражает образ, конечно, сербского патриарха Павла, который недавно скончался. Это поразительно еще. Это, видимо, просто вот еще поздно находятся последние какие-то звездочки. Уж думаешь, все уже погибло, все, никого нет. И вдруг, вдруг вспыхнет. Не чудотворцы и не прозорливцы оказывается, а люди, ведущие настоящий христианский образ жизни и понимающий в духовной жизни. Беда, вот беда какая, ищем нам нужны только чудотворцы и прозорливцы. Вот кто нам нужен. А каким? Как он там? Богом или дьяволом? Если нас уже не интересует, вот беда. Это страшная беда, которая буквально вот напала на наш народ. Чудеса, чудеса и чудеса. Вот, дай нам чудо. Да. Алексей Ильич, вот передо мной еще один вопрос, я его зачитаю, он длинный, конечно. Уважаемый Алексей Ильич, всегда рад услышать ваши доводы на современном русском языке, а не на староцерковной тарабарщине. Восхищается зритель и говорит, что это прогресс. Что касается одной из ваших лекций, в которой вы вполне доходчиво рассказали об успехах и проблемах современной науки, я вам ставлю большой плюс. Но беспокоюсь, что после такой лекции многие ваши семинаристы с радостью убегут в науку, которая не стоит на месте, а всегда в поиске. И вот тут зритель говорит, что если бы вы повторили свою лекцию первым апостолом, они бы вас раньше Христа отослали бы на Голгоф. Это из письма вашего постоянного зрителя Валерия Трубицина из Санкт-Петербурга. И вот он задает вам вопрос в связи со всем этим. Как православие относятся к неандертальцам? Ведь они произошли не от Бога, а, как доказано наукой, от обезьяны. Как вы это объясните? Да. Вот такие каверзные вопросы вам задают. Да нет, это вопросы не каверзные. А здесь некоторые, ну, я бы сказал, смешение разных вещей. Наука занимается своим делом. И о том, чем она занимается, мы немножко должны знать, как еще писал Пушкин. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Мы немножко должны быть в курсе этих вещей. Но при этом надо понимать, что наука, к сожалению, не занимается совсем, я говорю о науке естественного знания, естественно, совсем не занимается проблемой Бога, проблемой смысла жизни. Более того, и это самое печальное, о чем хочется упомянуть, что наука решительно протестует против каких-то нравственных ограничений в своем исследовательском пафосе. Считаю, что нравственные ограничения, они будут препятствовать развитию науки. Это очень печально. Поэтому могут проводились и уже проводятся такие подчас испытания, которые могут привести к самым печальным последствиям. И мы видим, что экологический, кстати, кризис является самым ярким подтверждением того, что следует за таким развитием научно-технического прогресса, который забывает о нравственной стороне человеческого существования. Ну, а в отношении неандертальцев, скажу, во-первых, ничего не доказано. Проблема происхождения там и человека, и тех же неандертальцев остается проблемой. Уж сколько было криков и воплей о том, что вот нашли предков человека, а не от неандертальца, а потом нет, не от него, от обезьяны человек произошел, потом говорят нет, но при этом очень замечательно, нет, если бы от обезьяны, все-таки какой-то уровень обезьяны, так? Говорят, нет, от предков общих с обезьян, то есть еще ниже даже, скоро мы дойдем, я не знаю, до крокодила или черепахи, не знаю, кого, от кого, да, нет, наука не имеет ответа, пропасть между высшими животными и человеком. Когда Чарльз Дарвин написал свое происхождение видов, то один его друг, закадычный друг Уоллес, написал ему записочку, записочку коварной, вот там был действительно коварный вопрос, вопрос был такой, а зачем обезьянье мозг философа? Дарвин прекрасно понимал, что обезьяна стопроцентным образом приспособлена к этой жизни, стопроцентным, более того, она больше, чем человек приспособлен, она может пройти по канату, все же спокойно, над любой пропастью, а у человека тоже головка закружится. Зачем бедный тот не знал чего, написал только нет, а что нет, так и непонятно до сих пор, что нет, действительно, зачем? Он нужен обезьяне, но его идея это известно была, большая приспособленность к жизни, да ничего подобного, никакой приспособленности, так вот, это же, нельзя же так рассуждать, из х выводить у, мы не знаем, откуда эти неандертальцы, по крайней мере, современная наука, по крайней мере, ну, кажется, насколько я в курсе, что ли, то утверждает, что именно человек, гомо сапиенс, он произошел где-то, ну, порядка 30 тысяч лет, может быть, тому назад, а уже неандертальцы, во-первых, не ясно, кто это были, люди или не люди, да, и какими свойствами они обладали, ну, представьте себе, по чисто внешним вот этим остаткам, останкам, начинать говорить о степени мышления, что за логика, вот, поэтому из х и у выводить нельзя. Алексей Ильич, вот, часто приходит вопрос о необходимости таинства исповеди перед священником, люди говорят о том, что гораздо искреннее они могут просто в обычной домашней молитве раскрыть перед Богом свои грехи, вот в чем необходимость такой исповеди? Дело в том, что сами мы очень ленивы к этому делу, к исповеди перед Богом. Молитвы, как правило, вычитываем, там, утренние или вечерние, большей части даже и без внимания, или, по крайней мере, без особого внимания, вот, а так, чтобы стать действительно на молитву и постараться, например, за день припомнить все свои неполадки и действительно от всей души сказать, Господи, помилуй, это, к сожалению, бывает очень редко. Об этом говорят все, даже те, кто спрашивает, зачем нужна исповедь. Исповедь же для чего нужна? Она необходима для того, чтобы человек хоть немножечко собрался, знаете, собраться самим собой. Вот перед исповедью надо все-таки продумать еще раз за тот период, который прошел от предыдущей исповеди. Это первый такой момент. Он собирает человека, по крайней мере, это необходимо делать. Во-вторых, тут важен психологический все-таки момент. Одно дело, я стою и перед Богом, которого подчас мы слишком мало ощущаем, и он где-то очень далеко. Здесь я оказываюсь перед лицом священника, своего рода представителя как бы Бога. И перед его лицом, перед лицом этого свидетеля я должен сказать о своих грехах. вот в этом предстоянии здесь присутствует то, что называется страхом Божиим. Это имеет большое психологическое значение для человека. Если он действительно хочет все-таки покаяться, а не пройти исповедь чисто формально. И далее еще следующий момент, что все-таки все то, что в церкви именуется таинством, это любое из этих действий, этих священных действий, они сопряжены, любое из этих священных действий сопряжено с тем, что в каждом из этих в этом таинстве при искреннем отношении человека к совершающемуся не спосылается от Бога особый дар благодати. Вот этот особый дар благодати. Почему церковь так настаивает на на необходимости таинств, на том, что таинства учреждены самим Богом, непосредственно Иисусом Христом, через его ли церковь, это вопрос уже второстепенный. Вот. Таким образом, в этом таинстве мы действительно можем соприкоснуться все-таки душою с Богом, который принимает, слушает, по крайней мере, нас. и мы, соответственно, можем приобрести тот настрой души, который крайне необходимен каждому христианину. Спасибо, Илья Ильич. От зрителей пришел такой вопрос. Духовного отца у меня нет. Обязательно ли брать благословение у священника на молитву Иисусову, чтобы читать ее в течение дня с целью покаяния и для памяти Божией? Вы знаете, с молитвой Иисусовой дело непростое. Одно дело, что мы должны, насколько это возможно, и как можно чаще вспоминать о Боге и произносить молитву или Иисусу, или Господи помилуй, или Божьей милости будем негрешному, по заповеди апостола непрестанно молитесь. Это необходимо каждому, и здесь не требуется никакого духовника, поскольку это заповедь, заповедь Божия. И совсем другое дело, когда вдруг человек говорит, я буду заниматься молитвой Иисусовой. О, вот здесь надо быть в высшей степени осторожным. Представляете, я буду заниматься едой, как мы иногда смотрим на молитву Иисусу. И вот все те, кто начинали именно заниматься молитвой Иисуса и начинали отчитывать это, сколько сотен или там тысяч. Здесь, как правило, как правило, может быть, были редчайшие исключения, здесь без опытного духовника люди часто впадали в глубокие духовные бедствия. Вот, поэтому ответ на этот вопрос. Молиться надо как можно чаще. Лучше всего, конечно, краткой молитвой, в том числе Иисусовой молитвой. А вот заниматься, вот тут будьте осторожными. Надо быть крайне осторожным, потому что начинается какой-то, знаете, у нас так и прёт всякая дрянь. Уже я, знаете ли, занимаюсь молитвой Иисуса. Я встречался с такими людьми. И это очень опасное явление. Поэтому здесь, кто хочет действительно уже серьёзно посвятить свою жизнь, уже слышите, жизнь, уже этой молитве Иисусовой, чтобы приобрести, так сказать, хоть некоторый навык, здесь обязательно требуется совет опытного человека. Спасибо, Алексей Ильич. Вот продолжение молитвы, продолжение самой практики молитвы, где сказано, что молитву нужно произносить с вниманием, благоговением, покаянием, а не быстро. Да, об этом многократно пишет святитель Игнатий Брянчанинов, но дело не только в нём, хотя кажется, его авторитета в данном вопросе более чем достаточно. Но если вы обратитесь к его творениям, то вы увидите у него постоянные ссылки на святых отцов. То есть это он говорит не просто от себя и не просто от своего, так сказать, ума. И говорит не только и не просто от своего опыта, но он ещё в данном случае и передаёт опыт и учение святых отцов. Это разбросано всюду у святых отцов. Кто интересуется этим, может почитать хотя бы на молитве Иисусова и Игнатия Брянчанинова, и вы там увидите и некие многие очень интересные и важные подробности, относящиеся к этому вопросу, и ссылки на святых отцов. Алексей Ильич, некоторые пастыри пользуются фразой или даже формулой можно досмиряться так, что и лукавому поклониться. Бывает ли неправильное смирение? Ну, дело в том, что нет такой доброй вещи, которую нельзя извратить. Но в данном случае, я думаю, что нужно понимать, что такое смирение, и если мы поймём, что оно есть, тогда мы легко можем отсеять, как шелуху, шелуху всё то, что именуется смиренничанием или ложным смирением и так далее. Что такое смирение, о котором говорят святые отцы, и которое является необходимым, так сказать, состоянием души каждого христианина? Они, святые отцы, постоянно в данном случае обращают внимание на слова Христа «блаженны нищие духом». Блаженны нищие духом. Что это значит нищие духом? То есть осознание осознание своей нищеты в духовной жизни. Нищеты в чём? В делании добра. Я говорю, в делании не в смысле только благотворительность какая-то, а в делании молитвы, в борьбе с помостами, в борьбе с своими желаниями, в отношениях с людьми. Вот здесь, вот это вот нищета духовная, которую человек приобретает только при условии каком? Том, о котором пишет преподобный Симеон Новый Богослов, когда он говорит «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, вот этой нищете духовной». То есть понуждение себя к жизни по Евангелию открывает ему его нищету. Оказывается, мы не можем, не можем не раздражаться, не можем не осуждать, не можем не прознословить, не можем не злословить, ну что перечислять? Каждый из нас только коснется немножко и увидишь, ничего не может, ничего не может, а что кажется и сделает, кажется, доброе, то тут же, или уже тут же, или через мгновение, уже и тщеславие, а то и всякие прочие недолжные вещи, которые приходят в нашу душу. Так вот, смирение это вот эта нищета духовная, которая образуется у человека как состояние, когда он приступит, то есть начнёт решиться жить по заповедям, по заповедям Христовым. Вот что такое смирение, вот что оно есть. Это моя, я вижу, неспособность быть тем христианином, которым я должен быть. А смирение, как правило, это образ поведения уже, образ, когда этим только чисто внешним поведением я заменяю истинное состояние души. Вот здесь начинается и лукавство, и лицемерие, и Бог знает что. Вот так. Так что это надо вещи эти просто различать. Я могу, знаете, быть каким внешне смиренным, а внутри быть сущим дьяволом. Вот и преподобный Авва Дорофей как раз пишет, почитайте его книгу «Душеполезные поучения». Он же пишет, как один молодой монах поразил его чем? Он заметил, увидел как-то однажды, как его обругали очень сильно. Он, что называется, и не дрогнул ни одним мускулом, совершенно остался спокойным. Авва Дорофей крайне это удивился, в такой молодости он достиг такого бесстрастия, и подошел к нему, говорит, брат, скажи, как ты достиг этого состояния? Ты ничего не ответил. Даже не видно было, чтобы ты заволновался. Как ты достиг этого? Ответ. Ну, ответ я уж своими словами передам. Что я буду обращать внимание на то, что эти собаки брешут? Явва Дорофей был потрясен. А оказывается, он-то думал, что здесь смирение и бесстрастие, а здесь гордыня, да еще в такой степени. Вот, оказывается, при правильном отношении к заповедям мы легко отличим в себе, где смирение, а где ложь. Спасибо, Алексей Ильич. Как известно, Бог есть любовь. Но почему в Ветхом Завете мы часто встречаемся с наказаниями царей, народов? И вообще, можно сказать шире, мы встречаемся с жестокостью как таковой в Ветхом Завете. Как это объяснить? Дело вот в чем, что все эти описания наказаний Божьих являются ничем иным, как описание внешней стороны дела. По существу же происходит совсем другое. Только описаны они в Ветхом Завете этим внешним языком, этим поверхностным языком, который, ну, был наиболее доступен психологии этого народа. Процессы же на самом деле совсем другие здесь шли. Как вы думаете, когда врач делает операцию, он явно его наказывает, правда же? все говорят, нет, да что вы, он лечит его, а не наказывает, да? Вот как. Отрезает руку, ногу, это он что, лечит? Вот что происходит. Происходило и с царями, и с народами, и до сих пор это происходит, и всегда будет происходить. мы сами себя доводим до такого состояния, когда уже нет никаких других средств, кроме принятия горьких лекарств. Может быть, они хоть немножко образумят человека. Причём, эти горькие меры являются ничем иным, как закономерным следствием. Это надо очень понять, очень хорошо понять. закономерным следствием той глубокой внутренней поражённости, которая имеет место в нашей душе. Кто пьяницу наказывает, когда у него цирроз в печени? Это мы знаем. Это мы знаем. Как? Разве? Сам себя? А я думаю, что это Бог, за что его Бог наказал только? Кто наказывает наркомана? Кто наказывает преступников, когда они попадают за решётку? И так далее. Это мы понимаем, насколько у нас грубый взгляд, насколько поверхностный. Господь и предупреждает, будучи любовью, что оказывается, даже помысл осуждения уже ранит нашу душу, уже образуется, знаете, как на коже, укололи, и здесь покраснение. Посильнее лишь и заражение местное, то и волдырь, а то заражение может пойти и дальше. Вот что такое грех. Это рана, наносимая человеком самому, себе, своей душе. И затем эта болезнь, эта болезнь требует исцеления. Вот. И милостью Божией ещё происходит этот процесс. процесс. Но, скажу так, человек, который не замечает или не хочет образумиться от мелких, так сказать, я бы сказал, от слабых лекарств, не помню, то неминуемо это приведёт его к тому, что потребуется и лекарства более сильные. Да избавит Бог. Лучше поскорее это увидеть. И пока не поздно, покаяться. Алексей Ильич, даже верующие люди, православные люди, мало знают Ветхий Завет. Редко кто вообще читает Ветхий Завет. И очень часто спрашивают, вообще, зачем читать Ветхий Завет? И в каком соотношении находятся Ветхий и Новый Завет? То есть, можно ли ссылаться на Ветхий Завет вот на какие-то заповеди? Или раз он Ветхий, то он уже устарел и он заменён новым? Вот поясните, пожалуйста, этот вопрос. Дело вот какого рода, что Ветхозаветное откровение было дано народу еврейскому. Не всему миру, а народу еврейскому с учётом его психологии, его, если хотите, нравственных возможностей и духовных, даже культурных, социальных. Видите, то есть, применительно к нему прежде всего был дан Ветхий Завет. Это надо понимать. Вот. И это мы видим на протяжении всего Ветхого Завета. Поэтому в Ветхом Завете мы должны различать такие вещи. Одни, которые касались внешней стороны народа еврейского, его жизни, его ритуала, его религии, его, если хотите, самого культа даже. И там же в Ветхом Завете мы находим, однако, и некоторые вещи, может быть, в меньшей степени, но уже предвосхищавшие уже Новый Завет. Например, пророка Исаию называют ветхозаветный евангелист. Такие там есть потрясающие вещи. У пророка мы находим такие обличения израильского народа, что, Боже мой, это страшное дело. Мы находим там многие очень мудрые вещи, такие, как премудрость Соломона, премудрость Иисуса, сына Сирахова, притчи те же Соломоны находим, Экклесиаста. Видите, там есть многие вещи такого уровня, которые полезно почитать. Полезно. Но если оценивать весь Ветхий Завет с точки зрения Нового Завета, Нового Завета, то лучше всего, может быть, привести слова святителя Иоанна Златоустова, который великолепно знал всё Священное Писание. Ветхого и Нового Завета. И он произнёс такую фразу, которую нужно бы просто запомнить. Ветхозаветное отстоит от Новозаветного, как земля от неба. Спасибо, Алексей Ильич. И достаточно проблемный вопрос. Люди интересуются вашим отношением к крещению младенцев. Точнее, они знают ваши отношения и говорят, что вы против крещения всех младенцев, как неразумных существ. И спрашивают, разве в православных семьях не стоит ли следовать традиции крещения младенцев от восьмого до сорокового дня? Ведь даже Господу нашему через семь дней после рождения сделали обрезание, а это было ветхозаветное крещение. Конечно, сам по себе ребенок, даже если его крестить, не может стяжать Духа Святого, но для этого и существуют родители, в том числе и крестные. Вот, видимо, интересуют людей этот вопрос. Первая ошибка, когда называют обрезание ветхозаветным крещением. В ветхом завете не было таинств. Таинства дарованы были только с пришествием Христа. Обрезание совсем не было таинства. Здесь нигде не говорится о том, что здесь дается какая-то благодать Божия. Это был знак принадлежности к еврейскому народу с его верой. Вот, что это было, но совсем не таинство. Поэтому такие установления, как восьмой день, сороковой день, это что такое? В Новом Завете мы берем нормы Ветхого Завета, то есть снова с неба, о котором сказал, Иоанн, за того возвращаемся на землю. Это первое. Второе. Нам надо же понять, что такое крещение. Здесь очень важно обратить внимание на следующее. Нельзя смешивать двух разных сторон в таинстве. Одна сторона священного действия, которое совершает священнослужитель. и другое, дар благодати, который дает только Господь и больше никто. Так вот, если мы коснемся священно действия, то его можно совершать, конечно, над кем угодно. Над кем угодно. И над безбожником, атеистом, буддистом, независимо от того, верит он или нет, над кем угодно. Дар же благодати дает Господь, который видит состояние души человека. И в зависимости от этого состояния дает ему этот дар благодати в меньшей или в большей степени. Что же является критерием в этом даровании благодати? Оказывается, степень веры человека. Кто верует и крестится, спасен будет? Это сказал сам спаситель, а не кто-нибудь. Высший авторитет, если можно назвать это авторитетом. Это самоистинно, кто веру имеет. Так вот, в отношении младенца ситуация какая возникает? У младенца еще нет веры. И быть даже в таком возрасте не может быть. Вера может прийти к нему только постепенно по мере правильного воспитания, воспитания родителями этого человека. И вот степень веры обуславливает и степень причастности благодати. Нет веры, то пожалуйста, сами делайте вывод. Вот эту мысль, эту мысль можно найти у святых отцов. Они постоянно об этом подчеркивали. причем это очень серьезно обращали внимание. Почему в древней церкви на оглашение приходящих к крещению сейчас отводили очень длительное время. Год, два, три. В этом особенно в этом много потрудился святитель Кирилл Иерусалимский. И он писал вещи, я вам скажу, удивительные. Он говорил так, «Если лицемеришь, то люди крестят тебя, люди, то есть совершают священное действие, а Дух крестить не будет». Вы подумайте, какие вещи. Как это такое? Над ним совершено все священное действие, весь обряд, его погрузили трижды, произнесли во имя Отца и Сына и Своего Духа. И вдруг он пишет, этот святитель, святой Дух крестить не будет. Или Марк, подвижник, пишет то же самое. Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещению, слышите, кому? Неверным же и зловерным и по крещению не дается. То есть они что подчеркивают? Что не сам факт совершения священных действий, уже означает получение благодати. Это нужно очень строго различать. И второе оказывается о чем? Что сам дар благодати дается в зависимости от того, в какой степени человек имеет веру. Вот об этом святые отцы пишут очень много. Но вот в отношении крещения значит младенцев. Я вот видите, по прозорливости взял некоторые тексты. И поэтому могу сейчас зачитать они интересуют думаю многих. Вот например святой Николай Кавасил пишет «Если же сие, то есть дар благодати, молитвы, чуждым многим из христиан и скрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, то это от того, знаете, не знают, есть Дух Святой, вот мы и не знаем, есть или нет, веруем, а многие ли знают, то это от того, что они получили таинство крещения в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно, и когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души». Вот какие вещи приняли бессознательно, и потому потом, придя в возраст, стали язычниками. Или Григорий Низский пишет, у него специальная работа, это брат Святого Василия Великого, называется работа о младенцах, преждевременно похищаемых смертью. Не искусившийся же возле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света, слышите, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни. Видите, Григорий Низский даже считал, что пока он еще младенец, у него нет нужды, потому что он и так свят. Кстати, они обращают внимание на то евангельское место, где Христос говорит ученикам, не мешайте детям приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное, каких таковых? Их кто крестил? Никто. Оказывается, состояние их таково, что их есть Царство Небесное. Видите, сам Господь, а не крещенных, говорит, что таковых есть Царство Небесное. Святитель Игнатий Бринчанинов писал вообще удивительные слова, в частности, какая может быть польза от крещения, когда мы принимаем его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли. Вы слышите? Младенцам можно во что угодно, во что, в любой ритуал, буддийский, иудийский, мусульманский, какой угодно, они же не ведают. Вот, оказывается, какие вещи. А дар благодати полностью обусловлен степенью, степенью веры этого человека, потому что вера раскрывает душу человека и делает её доступным к воздействию благодати Божией. Вот, посмотрите, что пишет наш священномученик Фаддей Успенский. Правда, многих крещенных, многих крещенных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещенных. Ой, как точно! Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего, ибо эта благодать ни в кого не вселяется, помимо желания Его. Кстати, знаете, наш историк Болотов историк Древней Церкви, да, он очень констатирует просто, в IV веке христианская церковь состояла из лиц, принявших крещение в зрелом возрасте. Вот, как интересно, понимали, понимали они. Василий Великий крестился в 30 лет, хотя все родители, бабка, причислены к лику святых, сам он подвязался и не принимал, не боялся, что, а вдруг умрёт, что тогда будет? Никакого боязни не было, потому что он вёл христианскую жизнь. Крещение принял тогда, когда увидел, что он действительно уверился, что Христос есть истина, есть Спаситель, и что христианская жизнь есть истинная жизнь. Вот тогда человек полной душой принимает крещение. А вот мы с Семёна Новобогослова всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову. Покой тотчас воображается в ней Христос. Хорошо? Да. А дальше что пишет? Но крещённые младенцами не чувствуют освящение получаемого в крещении, потому что такое чувство есть умное дело, а младенцы ещё не совершенно умом, чтобы разуметь принятую благодать. Поэтому, пишет преподобный Семёнов Новобогослов дальше, с продолжением времени эти дети мало-помалу изменяются и переходят на сторону худо, и благодать Святого Крещения в иных погасает и совсем теряется, а в иных сохраняется мало её искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение, восстановят веру, как следует, и озабывают на Бога. Как интересно! А что не крещённые младенцы что, не погибнут или как? Феофан Затворник пишет, не крещённых, а дети все ангелы Божией суть, не крещённых, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию, а они не пасынки и не падчерицы Богу. Ох, как здорово! И лермонах Арсений Афонский, равно не следует отвергать и тех младенцев, которые родились мёртвыми или не успели быть окрещены. Они не виноваты, что не получили святого крещения, а у Отца Небесного обители многие суть. То есть, видите, святоотеческие учения здесь очень трезвые. Они смотрят на таинство крещения не как на магический акт. Сделали, окрестили и Дух Святой никуда уже ты не денешься. Пойман ты. Ничего подобного. Ничего подобного. Оказывается, можно и крещение внешне принять, а благодать это и не получить. Поэтому в Древней Церкви крещение принимали взрослые, дети, лишь тогда, когда крестилась, например, вся семья. Но было условие в том случае, когда родители имеют твёрдое намерение сами, во-первых, жить по-христиански, когда атмосфера семьи вся христианская, жизнь по заповням Божиим, тогда ребёнка они воспитывают в этой христианской жизни. И тогда есть полная надежда на что? На то, что крещёнок, придя в возраст и, приобретя уже сам веру, примет эти обеты крещения. И тогда и благодать Божия воссияет в нём. Вот таково, видите, святоотеческое учение о таинстве. Повторяю ещё раз, это не магия, а действия Божия. И нельзя полагать, что совершение священного действия уже всё даёт. Увы, нет. И мы это наблюдаем сейчас на каждом шагу. Крестит младенца, постоянно приносит его причащаться. Достиг он лет 13-14. Где они? Где они? Множество крещённых и причащённых. А где они в храме? Что же мы делаем? Драгоценность разбрасываем куда, не зная куда. Вот это опасность, которая стоит перед людьми. Таким образом попирается благодать Божия, которая должна бы быть в этих людях. Вот так. благодать Божия, так. Так.